Паша Рамштайн Спасибо большое за донат О, Паша Рамштайн Спасибо, спасибо Пашенька За донат На видос Сергея Сокола Истинного Фистинного Мага Благодарю своих подписчиков Которые поддерживают канал Истинный Маг Донатами на карту И сегодня это Ольга Такпершевна М, а тысяча рублей Спасибо Оля Мне очень печально Почему спросите вы Потому что таких фильмов, как Властелин колец Мы больше никогда с вами не увидим Да и пошли они нахуй И это прям ранит самое сердечко Почему спросите вы меня Нет, не спрошу, мне похуй Мне просто задонатили твою поебень Сказали, отреагирую И я такой, ладно, давайте бабки отработаю Скорят ветром Светлая печаль Сколько людей, столько вкусов Кому-то нравятся ужастики Кому-то фантастика, фэнтези, комедии И я, конечно, среди тех людей Нахожусь, которые просто без ума От фантастики и фэнтези Это два моих любимых жанра Им я прямо вот выдаю респект И поклоняюсь Потому что это прям трогает все струнки моей души Это как-то от нашего мира Пытается нас увести В какие-то неведомые миры Которые другие Дают что-то новое Уносит нас вот от этой вот рутины И от бытовухи Которых мы с вами прозебаем здесь И вот такие фильмы, как Властелин колец Они действительно потрясают Ну он и живет в мире фантазий На самом деле Ему кажется, что металлисты На самом деле Это девочки-принцессы Которые матом не ругаются Например, и пиво не пьют Которые мере потрясло очень сильно И я был ошарашенный Что я просто Вышел как дубиной по голове Гретый Я не знал Я в себя прийти не мог Настолько это погружает в другой мир Что Ты просто Не понимаешь Как ходить по дорогам Как машины есть Что происходит Сука Это погружает в другой мир Что Ты просто Не понимаешь Как ходить по дорогам Как машины есть Что происходит То есть ты только что Побывал в другом мире На самом деле Ощущал все это Чувствовал кожей ветер Чувствовал волю И горечь героев Настолько погружает Вот такие фильмы мощные Осознавать Что таких фильмов Больше не будет Это ужасно Дело в том Что В нашей истории Очень сильно Играет Повестка дня Которая происходит На западе сейчас Повестка дня Связанная с Продвижением там ЛГБТ сообщества И вот этих всех вот Вещей Пидарасов Которых я Сер Не гей сокол Ненавижу Которые в нашей стране Всех бы этих геях Я бы В жопу трахнул Так развиты как там И к сожалению У нас фильмы не умеют снимать Так как на западе Ну по каким-то историческим Сложившимся реалиям Непонятным Не могут у нас снять Что-то такое Фантастику и фэнтези Так чтобы это выглядело Ну круто И захватывало дух Погружало Все наши фильмы Это прям ну По фантастике У нас снимают Про Великой Отечественную войну И какие-нибудь комедии Про алкашку Все То есть даже фэнтези Фильмы как типа Последний богатырь Это все равно Это уже лучше Но это все равно Комедийная составляющая Которая ну просто Понимаете друзья Комедия не погрузит тебя В эту атмосферу другого мира Ржач и стеб Это вот эти вот все шуточки Которые там Мы все в Марвел любим Они там присутствуют Вот в микроскопическом Вот в таком соотношении У нас же все фэнтези Или фантастические фильмы Они либо тупые Либо вот такие вот Как Последний богатырь Где все вот на таком приколе Основано И это не может погрузить тебя Все несерьезное С происходящим Не может погрузить Человека в другой мир И за что мы любим эти фильмы Как Василий Николай За переживания Которые мы испытываем Спасибо Шел ты шел У тебя дом работ К деньгам у меня отношение такое Мне хватает на комфорт А в интернете Деньги дают мне доступ Общение с клевыми чуваками И большинство людей Потом просто рады Меня видеть и помогать И это круто Интересно Интересно Спасибо большое За дом работа Жена В общем магазины И все как-то серо Ты выходишь И это тебе стряска такая В кинотеатре происходит И ты такой Как будто вот в отпуск съездил И все замечательно Но на западе ведь все Очень завязано на Оскаре Сейчас мы потихоньку подходим Потом мы фильмов Которые больше никогда не увидим Все завязано на Оскаре Оскар очень влиятельная Номинация Которая прям диктует условия Всем фильмейкерам И получить Оскар Это признание не только в Америке Это во всем мире Сразу типа Оскар У этого фильма Оскар Все понимаете И для номинантов На премию Оскар Недавно разработали Новые правила Если ты этим правилам Соответствовать не будешь Соответственно тебя Сейчас уже всем понятно Что Оскаронодцы Это говно уже Оскар просто не номинирует Какой бы ты замечательный фильм снял Итак Давайте я вас ознакомлю С этими правилами Которые сейчас вели Итак друзья Картина сможет претендовать На Оскар за лучший фильм Если соответствуют Двум из четырем стандартов Новые правила начнут действовать С 2024 года То есть у нас с вами Еще где-то Есть три года Чтобы успеть получить Какой-то фильм Негативно или позитивно Я об этом не отзываюсь Потому что В свое время У меня канал за это банили Поэтому я просто Высказываю голые факты Голые факты сегодня И вы уж сами В комментариях там решите Соответствует это Вашему Мироощущению или нет Итак Киноакадемия заявила Что стандарты Разработаны Сер не гей сокол Против геев Поддержать равное представительство Разных групп Он не гей И при создании фильма Также отразить разнообразие Аудитории Которая ходит в кино У него есть женщина Он не гей Хоть она и выглядит Как его сестра Но женщина же Ничего пока не понятно Читаем дальше Американскую киноакадемию Ранее неоднократно Обвиняли в расизме И сексизме При вручении Оскара Критики утверждали Что выбирающие победители Члены киноакадемии В основном белые мужчины А они игнорировали Работы женщин И представителей киноиндустрии С другим цветом кожи Мы уже с вами знаем Что эти актрисы Бонсон Который играл В реке Юрии в истории Рагнарёк И Бри Ларсон Который играл Капитана Марвела Мстителя Имеет свой собственный фильм Они вот как раз За эту тему топят И прям очень активно Все это подвигают И общество Не только у нас Вернее даже там В Америке Их к ним относится Очень негативно Потому что Люди мешают Свои взгляды На какую-то вот Взаимоотношение Вот такая гендерная Между другом Они тащат это почему-то В кино И кино сейчас От этого должно зависеть То есть напрямую То есть не качество Сыгранной роли твоей Не историческая достоверность Не расовая достоверность В описании автора Когда например Описывался Славянский мир ведьмака Никаких не было Темнокожих азиатов Все были светлые Сами знаете Что с этим Происходит Это все Сегодняшняя повестка дня Я очень сомневаюсь Что до этих правил До 24 года Кто-то успеет Такой типа Отильни повестку Вот эту дня Которая сейчас Стоит на западе И с ними фильм Такой как Властелин колец Где будут все Белые актеры Я не топлю за белых актеров Просто друзья мои Понимите меня правильно Если у Толкина Все эльфы были белокожие Если у Сапковского Все персонажи в книге Были белокожими То неправильно И нечестно Делать это Прогибаться Под вот это Общественное мнение Причем Общественное мнение Это тоже Это не все Общественное мнение Это По реакции На Бриларсон И Томсом Мы видим Что на западе Общественное мнение Не полностью поддерживает А большинство И не поддерживает Все это дело Если уж нужно Показать разносторонность Разгендеров И всего прочего В фильмах То показывайте Показывайте Я не против Но если есть фильмы Где автор прописал Что эти Эта раса Людей эльфов Не знаю кого Орков А инопланетян Она выглядит вот так То не нужно делать Это все Как проецировать На эту американскую Модель общества Где намешано все Ну написано у человека Эльфы белые Ну давайте оставим Эльфов белых Это же связь с автором Связь вот с этой вот сказкой С историей Куэш сложением Все это мы перечеркиваем И делаем то как надо Съемочная группа Друзья мои Съемочная группа Какая должна быть У фильма Претендущих на Оскар То есть представляете Сейчас я вам буду рассказывать Какие правила Для съемочной группы Которые снимают фильмы Как минимум две ключевые Творческие позиции Съемочной группы Например оператор Художник по костюмам Композитор Продюсер Или режиссер Занимают женщины Представители не белого населения Они сразу уже делят То есть не все люди равны уже А вот есть белые И есть все остальные То есть по этому тексту Это звучит вот так вот странно Запятая Представители не белого населения Запятая да ЛГБТК плюс Не знаю что такое еще К Или люди с особенностями Физического или ментального развития Надо конечно заботиться Ну типа короче Со всех людях Но начнем с последнего пункта Люди с особенностями развития На западе заживают Называют людей Которые не И имеют какие-то дефекты Либо физические Либо умственные То есть у нас это называют Прямыми терминами Доммунизм Имбецилы Ну как бы правильно По медицински У них это не принято называть Так у них все это Оскорбительно считается Они называют всех вот этих вот Людей которые имеют От отклонения какие-то От здорового Полностью здорового человека Они называют этих особенными Теперь по правилам Кто-то представляет Вот человек с заторможенностью Умственного развития Нет у нас людей Таких называют Сергей Сокол Будет снимать на камеру То есть будет там Например один черный Один с там ЛГБТ Ну не важно кто там Женщина или мужчина Третий будет вот этот Умственно-отсталый Ты там четвертый китаец И вот так вот все И представьте Вот вся эта группа работает Хорошо они там Они в кадре не появляются Они за камерой стоят Но кто-то из них Либо режиссер Либо оператор Либо еще кто-то Вот этот вот умственно-отсталый Особенный человек Начинается творческий процесс Ну так тебе это должно быть Наоборот только хорошо Тебя бы могли взять на работу Он с камеры Ему говорят Снимай вот это Он начинает камерой Снимать там что-то не то Никогда бы такой человек Такого человека Не взяли бы в серьезный фильм Потому что Это задерживает процесс Это задерживает всех остальных людей Это лишние деньги Потому что съемочный процесс Это очень дорого Каждый день съемок Стоит очень дорого Сколько будет такой человек С особенностью развития Будет на сколько задерживать Семочный процесс Но все равно его нужно включить Понимаете, друзья мои Ну потому что такие правила Как минимум Одну из ключевых творческих позиций Семочной группы Занимают люди азиатского Латиноамериканского Ближневосточного Североафриканского происхождения Темнокожие афроамериканцы Коренные американцы Коренные жители Аляски Коренные гавайцы Или жители других Тихотянских островов А также другие представители Других недостаточно представленных Расовых и литнических групп Есть, например, конкурс Идет конкурс на место Люди представляют свои работы Ну просто Операторы ищут ли кого-то У всех есть свое резюме А сколько всего Населения Гавайев Например Вот интересно Население штата Гавайи Полтора миллиона человек То есть, блять Сука Вот смотрите Досов нет, что хотя бы один русский Должен быть, допустим Вот сделали бы, чтобы хотя бы Мы ебать угнетенные, сука У нас Путин, тиран Блять, хотя бы один русский Должен быть В каждом нахуй Фильме вашем Нет, блять Мрайза не сделали Население Гавайи Полтора миллиона человек Население России Например, 150 миллионов человек То есть Просто тупо, блять Как раз по факту Рождения В каком-то Мало Там, каком-то там Ебаном этносе Ты можешь Претендовать на Причем на С огромной Долей вероятности Как бы Блять Попадание в Ну, короче В какие-то такие штуки Это супер Несправедливая хуйня Потому что, блять Белых людей Просто тупо больше Я не знаю Чем там гавайцев Ну, то есть Вот даже вот по такому Я тебе там Ну, я не знаю Десять человек Пришло, да Мы ищем оператора Куда фильм пишет Пришло десять человек Восемь из них белые Двое из них там чернокожие Или там, я не знаю Латиноцы или еще кто-то У восьми Я, к примеру, говорю Я не говорю, что белые умнее Я просто говорю Вот представьте такую ситуацию Мы просто задаем Пришло одно количество людей Пробоваться на Чтобы получить эту работу Я хочу быть оператором в этом фильме На кастинге смотрят все работы Типа, предоставляйте свои работы Как вы снимаете Восемь белых людей Представим, что они предоставили прекрасные работы Идеально все у них снято Просто конфетка И чернокожий И азиат Сняли не очень хорошо И они будут брать На работу азиата Или чернокожего Просто потому что У них по математическим Вот этим исчислениям По новым законам Им нужно взять Не человека У которого более качественное резюме И более высокий скилл В своей профессии А взять вот именно просто Потому что он черный Или желтый Вам не кажется, что это как-то Уже попахивает Ну Расизмом, что ли? Ну, на самом деле Такое не будет, скорее всего Нет, то есть Люди, у которых Более высокий скилл Более профессиональная подготовленность Они будут проигрывать людям С более слабым скиллом Просто потому что У них цвет кожи не тот Они боятся за равноправие За против расизма А это что? Мне кажется, что На работу нужно брать людей Которые, ну Более профессиональные Чтобы конечный продукт Получился самой-самой Высшей маточки Чтобы потрясал У нас как властелин колец Все участники Будь то оператор Швеятом, который костюм И сценаристом И все прочее Нужно брать Несмотря ни на какие цвета Кожи, половую принадлежность Или там ориентацию сексуальную Негры типа хуже работают Потому что у них хуже образование Они из более хуевых кварталов Бла-бла-бла И так далее То есть это типа Ты да Ты сам себе вставляешь Палки в колеса Ради того Чтобы помочь неграм Бедным несчастным Которые там Хуже живут, чем белые А белые же за счет негров Лучше живут Надо им как бы Вот помогать Понимаете, вот так вот Стандарты для кинопроизводства И дистрибьюции Описывается необходимость Оплачиваемой стажировки Обучения и работы Представителям Вышит речисленных групп А также их присутствие На руководящих должностях В подразделениях Рекламы и дистрибьюции Просто потому что У них другой цвет кожи Им будут платить деньги И за стажировку Понимаете А человек с белой кожей Он придет скажет Ребят, ты белый Ты что, нормально упал У тебя так все хорошо Побежал по дорожке Побежал по дорожке Все, давай, давай Ребятушки, заходите Все вот эти остальные Это странно Для меня, друзья мои Это против всех законов Логики здравого смысла Идет справедливости Самое главное Что меня задело Что идет против справедливости Фильм признают Соответствующим стандартам В первых двух группах В том случае Если он соответствует Одному из критерий То есть В первой группе Достаточно обеспечить Расовое, этническое И гендерное разнообразие Для третьей массовки Треть массовки Уже должна быть обязательно То есть неважно Вы снимаете в фэнтези фильм В котором живет Показывают нам расу Как ваканду Где все были черные Не было там белых людей Все были черные Нам показывают расу белокожих людей Какую-то другую Не важно Если там в массовке Не будет Массовка это массовка Есть главный герой Есть массовка То есть люди Которые живут там рядом Допустим с замком Вот есть эльфийский замок А рядом живут эльфийские особнячки поменьше И вот это нажимаем все массовкой Несмотря на то Что по условиям Вменяемости, адекватности По условиям истории Сказки Вот этой вот фэнтезийной сказки Все эльфы должны быть белые В массовке Треть массовки Обязательно должна быть чернокожей Ну все вот эти цвета И не важно Не важно вообще Что это эльфы Все не важно Они должны быть Причем при всем при этом Кроме массовки Еще и ключевые И руководящие должности Тоже вот здесь указано у нас Обеспечить представительство Эти группы на ключевых Творческих должностях Раньше выбирали лучших из лучших Теперь Хочешь не хочешь Бери Тех кто поплоше Душня Я ничего не говорю Но если он окажется поплоше И у вас уже все роли отобраны Осталось только вот этого Треть вот этого Все Нужно брать только Славных наших ребят В общем что по главным героям Вообще происходит здесь Актерский состав Актерский состав И сюжет фильма По меньшей мере Один из исполнителей Главных ролей Или ролей важных героев Второго плана Имеет азиатское, афро Или латиноамериканское происхождение По меньшей мере Треть исполнителей Ролей второго состава Из массовки Женщины Запитая Представители Не белого населения ЛГБТК Плюс люди с особенностями Умственно-физического И ментального развития Теперь творческие люди Не смогут заниматься Собственно творчеством Так как им велит душа То есть Вводят жесткие критерии Мы все кричали о том Что на западе Столько свободы У нас столько всего Ущемлений Вот этих присутствует В стране Оно конечно да Присутствует Но свобода Американская свобода И западная свобода У них случился крен В другую сторону И там просто все петли сорвало То есть Маятник очнулся так Что вырвало все с корнем И теперь этот маятник Летит куда-то в бездну В какую-то Представьтесь От творческого человека Который ограничен Жесткими требованиями То есть Ты представляешь Какую-то вселенную Вот ты творец Ты сидишь Ты придумаешь мир Где по определенным канонам Живут люди Существа Существа По определенным канонам Выглядят существа Они обладают Определенными взаимоотношениями Вот так ты представил этот мир Но Тебе его воплотить Теперь не дадут Потому что Во-первых Это будет осуждение Осуждение со стороны общества Они посмотрят и скажут Что это у тебя все одноцветные Ты там Ты видимо батюшка расист А что это у тебя Девочки с девочками Мальчики с мальчиками Не шпеханзы дочица Ты наверное Как это называется ЛГБТ ЛГБТ Фоб Я не знаю Есть ли такое слово или нет В общем Человек Творец уже сидит И он мечется Вот в этой вот жесткой клетке Это нельзя Это нельзя Здесь должно быть вот так И он сидит Он понимает Что он свою творческую Вот это вот Свой творческий мир Который внутри у него Чарующей магией возникает Он теперь воплотить его не сможет Как бы он не хотел И именно это друзья мои Повлечет то Что такие фильмы Как Властелин колец Мы больше не увидим Потому что Каждый раз Когда творец будет наступать на горло Своим вот этим Воображаемым миром Который он создает И будет их просто Кромсать ножом И подставлять то что нужно Другим людям Не ему А другим людям Это будет убивать фильм И это не будет на нас с вами На зрителей Такого влияния оказывать Потому что когда творец Сделает что-то из-под палки Это всегда будет видно И это будет странно Ведьмак был очень странный Весь интернет горит по ведьмаку Чернокожие эльфы там ходят Понимаете То есть Но доходит же до смешного Друзья мои У представителей Вот этой всей западной киноиндустрии У них даже инопланетяне Не могут быть одноцветными Одноцветными всеми Любая вселенная Любой мир У западной киноиндустрии Все это очень печально В России фильмы такие создавать не умеют На западе Больше не смогут По вышеозначенным причинам Меня это очень печалит И что нам остается Нам остается только пересматривать Старые добрые фильмы Которые создавались Без вот этой вот новой Новомодной хероборы Которую навязывают авторам и творцам И которые вяжут им руки и мысли С вами был Сокол Истинный Маг Подписывайтесь на канал Ставьте лайк кому понравилось Ставьте дизлайки кому не понравилось Напишите свои мысли в комментариях Что вы думаете по этому поводу И да пребудет с вами сила Хуйня Заебал своей орущей заставкой В конце конечно Ну блять Окей Посмотрели